А в Ершове ремонт дорог совместили с обустройством дворовых территорий и заменой уличного освещения. В городе сейчас идет реконструкция нескольких транспортных артерий. Если говорить о том, сколько дорог в Ершове привели в порядок за последние пару лет, то показатели неплохие. 20 улиц, которым годами не ремонтировались, получили новый асфальт. О том, как строится комплексная работа, в нашем следующем материале. На новом тротуаре ершовские школьники часто устраивают шутливые забеги. Путь до школы у них теперь занимает считанные минуты. Пешеходную дорожку проложили практически с нуля. Раньше здесь была лишь тропинка, заросшая камышами. Раньше были камыши, было грязно, плохо, очень трудно было ходить. По грязи ходили? Да, по грязи. Резиновые сапоги все время доходили до школы, были уже все грязные. Это было неприятно. Ершовские власти несколько лет назад решили, дорог, что в городе построили еще в советское время, сейчас недостаточно. Поэтому занялись строительством тротуаров и прокладкой новых дорожных развязок. За два года здесь отремонтировали 20 улиц, по которым проехать было невозможно. Для такого небольшого города цифра внушительная. Просто классно. Сделали дорогу. Здесь у нас постоянно грязь. Я сам живу на улице Калинина. И какая тут раньше дорога была, и какая сейчас просто круто. В городе вообще произошли существенные перемены, делятся местные жители. В Ершове власти выбрали комплексный подход городского благоустройства. Здесь занялись не только ремонтом дорог. За несколько лет провели освещение на большинство улиц, а также привели в порядок дворовые территории. Были определены два направления. Это дороги и, так скажем, жилищно-коммунальная сфера. Поэтому на территорию нашего района это с 2009 года направление и придерживается. То есть мы переводим жилой фонд на индивидуальное отопление и делаем капремонт дорог. По дворовым территориям мы работаем 4 года. Соответственно, здесь немного меньше. 13 миллионов за эти 4 года было выделено. Вроде и сумму затратили небольшую, но Ершовские дворы заметно преобразились. Инициативу проявили и сами жители. В городе уже 6 лет подряд проводят конкурс на лучший двор. Жильцы дома-рекордсмена получают в подарок детскую игровую площадку. Последние 2-3 года благоустройство выполнено по нашему микрорайону. Во всех подъездах, к домам сделаны. На всех, мы считаем, что это микрорайон маленький, второй микрорайон, выполнены все благоустройства дороги подъездные сделаны. Еще одним фронтом, по которому ведут работу, стала безопасность жителей. В Ершове одними из первых установили программный комплекс «Безопасный город». Эта система аккумулирует данные, полученные из разных источников со всего Ершова. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.